Друзья, всем привет! Сегодня 1 мая, кстати, с праздником. Многие сегодня будут отдыхать и совсем немногие будут сегодня тренироваться. За спиной у меня безлюдный пляж, но ситуация кардинально изменится в ближайшем будущем. Здесь будет толпа народа. И мы сразу сможем увидеть, кто из них пахал, а кто из них наедал. Но речь пойдет сегодня не об этом и даже не о том, как подготовить себя к лету быстро, чтобы не стыдно было на пляже. Сегодня речь пойдет о крусвите выходного дня. Скоро пора отпусков, и многие меня спрашивают, как же потренироваться на отдыхе, когда под рукой нет крусфитбокса и вообще никакого оборудования. Вот для этих ребят, которые не хотят отдыхать, я и планирую выпустить серию из трех роликов. В одном из которых я расскажу, как тренироваться, если вообще нет никакого оборудования, если вы находитесь в чистом поле. Во втором ролике расскажу, как тренироваться, если вам посчастливилось найти перекладину или даже брусья. И сегодня речь пойдет о том, как тренироваться, если у вас есть кольца. Кольца, я считаю, должен приобрести себя любой уважающий спортсмен. На них стоит потратиться один раз, не так уж дорого они стоят. И половина тренажерного зала у вас уже будет в сумке. Вы сможете работать на них как на кольцах, как на классическом снаряде. Точно так же можете использовать как перекладину, те же подтягивания, поднос носков к перекладине, подъем с переворотом, выходы. Опять же, можете использовать как паралеты, горизонтальные отжимания, отжимания вниз головой для более продвинутых. То есть ассортимент выполняемых упражнений на кольцах весьма-весьма широк. А почему половина тренажерного зала? Потому что вторая половина, конечно же, это штанга. Без штанги кроссфит это не кроссфит. Штанга куражит, штанга лучшим образом трансформирует тело. И в основном самые тяжелые комплексы, конечно же, включают в себя работу со штангой. Но где ее взять, если вы на отдыхе? Бывает даже такое, что и есть на курорте тренажерный зал, но там только одни грузоблочные тренажеры. Или есть штанга, которую нельзя бросать. Но это ладно, еще нельзя бросать. А бывает такое, что базу нельзя делать. Я пока работал тренером и много увидел, и много услышал. Бывают даже такие приколы. Но пока я работал тренером, у меня частенько бывала перетренированность. Зато такого понятия в обиходе, как переотдыхал, у меня не было. А теперь, когда я два дня отдохну, я чувствую какую-то несобранность. Наверное, это многим встречается. И растренированность. Так вот, чтобы эта растренированность не наступила, чтобы вы с отдыха вернулись еще более спортивными ребятами, я выпущу эти ролики. Сейчас пока я буду искать место, где можно зацепить кольца. Думаю, проблемой не будет, потому что деревьев полно вокруг. Вашему вниманию стандартные комплексы кроссфита, которые включают в себя только кольца. Ну, может быть, там еще несколько дополнительных элементов. GHD сетапы. Ну, можно смасштабировать, заменить их обычными сетапами. А так, в принципе, для выполнения этих комплексов нужны будут только кольца. И комплексы эти, поверьте, простыми не окажутся. Все, пошел искать место. Музыка Нашел место, где можно зацепить кольца. Немножко под мук, но результат налицо. Живописное место. И сейчас самое время их опробовать потренироваться. Место было найти несложно. Сложно было найти локацию, где не было бы бутылок, грязи и так далее. Соблюдайте чистоту на пляже. Все, я пошел тренироваться. Ждите следующий выпуск. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok